С решением увольнятили другого скандального чиновника, замминистра здравоохранения Линчевского, возникли нюансы языковые. Полдня дисциплинарная комиссия разбирала казуистику стенограммы заседания счетной палаты с идиозной ремаркой чиновника «Это рак, они все умрут». Чем закончился филологический диспут? Членов дисциплинарной комиссии расскажет Данил Снисар. Заседание комиссии планировали начать с прослушивания высказывания Линчевского на встрече с представителями счетной палаты. Но в планы внесла коррективы руководитель Минздрава Ульяна Супрун. Она потребовала заслушать более полную версию того заседания. В стенограмме выступления главы счетной палаты и претензии конкретно к Александру Линчевскому, как к распорядителю деньгами, выделенными на программу лечения украинцев за границей. В детали комиссия решила не углубляться и присутствующие сразу заслушали тот самый скандальный спич Линчевского. 25% пациентов, власне, помирает. Тобто, каждый четвертый лечится за кордоном неэффективно. Друзья, коллеги, это рак. Они все помрут. Они все помрут. Без вариантов. И эффективность своей программы есть 0%. Чиновника тут же засыпали вопросами. Что бы у вас не было, чтобы не было соответствующего такого досуга, чтобы представлять результаты от имени Минздрава. Линчевский заявил, что его слова неверно интерпретировали. Он, напротив, выступал в защиту программы лечения онкобольных за границей. Просто стилистически выразился неправильно. Этот выслежок был, даже если что. Вы его выслежали, или вы имели его на увазе? Он интонационно сопровождался. Я имел на увазе. Ему важно сидеть и слушать о цифрах и о такие выслежки, что до программы. И, возможно, эмоционально тогда ответил на эти вопросы. Точку в резонансном деле эксперты сегодня не поставили. Хотят проанализировать сказанное Линчевским более детально. Если, на думку экспертов, эти выслеживания местят знаки, образы или не местят, мы сформулируем и направим на развитие экспертов. В следующий раз комиссия соберется в понедельник. Тогда и пообещали принять окончательное решение. Данила Снисер, Сергей Коваль. Подробности. Телеканал Интер.